Руслану Олу Курманбеку 30 лет. Увлекается рисованием с раннего детства. Окончил художественное училище и имеет диплом. Глядя на произведения этого талантливого парня, никто не догадается, что автор имеет какие-либо проблемы со здоровьем, а точнее со слухом. Сейчас Руслану и таким, как он, очень сложно жить в обществе, где их никто не понимает, не видит и не слышит в прямом смысле. Основная проблема – это трудоустройство и заработок, поделился он. Я давно мечтал заниматься рисованием. Я на Иссыкуле был, в Челпанате. Мы вместе с братом на Иссыкуле в Челпанате занимались кровельным бизнесом, но, к сожалению, из-за коронавируса, из-за пандемии, так получилось, что и заказов нет, и до этого тоже было с сложными заказами. Работа очень сложная, пособия очень маленькие. Пособия, конечно, выдают, но нам приходилось экономить элементарно на еде, на воде, на лекарствах, на всем. Вы же знаете, что все очень дорого. У меня даже долг был. Галина Семеновна, представитель организации АДРА, когда я к ней обратилась, она сказала, что ты можешь подать заявку на мини-грант и получить грантовую помощь на свой бизнес. Вот чем тебе нравится заниматься рисованием, давай мы тебе поможем. Сегодня все стали свидетелями того, что люди с проблемами слуха и зрения в Кыргызстане переживают много трудностей. Они относятся к той группе инвалидов, которые имеют такие же права трудоустройства, как и нормальный полноценный человек. Однако со стороны правительства нет никаких шагов для того, чтобы эти люди могли полноценно жить и трудиться. В связи с этим происходит моральное и физическое ущемление их прав. Вот, например, сегодня действительно люди слабослышащие, глухие, говорили о своих насущных проблемах, как трудоустроиться. Многие из них обладают такими талантами. Вот, например, Руслан, да, его творчество, оно очень приятно, красивое, светлое. Как он может себя реализовать? Это сложный процесс, и вот ему трудно объясниться. Это очень большая проблема. И таких семей очень много. Люди работают руками, как правило, потому что доступ к качественному высшему образованию ограничен. За счет того, что нет постоянного сурдопереводчика рядом, коммуникации с государством, с госорганами, вообще с любыми организациями ограничен. Поэтому здесь проблему нужно решать комплексно. Это и качество образования, это и сурдопереводчики, это и подготовка, и оплата тех же сурдопереводчиков. Здесь тоже удалось достичь определенных успехов, уже готово постановление правительства. Согласно статистике Департамента социального обеспечения, на 1 апреля 2021 года число людей с проблемами слуха и зрения составляет 19 977 человек. В Бишкейке 2453. Поддержку таких людей и осуществляет свою деятельность гуманитарное агентство АДРА. Мы предоставляем для глухих и слабослужащих людей различные курсы, тренинги по повышению их навыков, приобретению каких-то дополнительных знаний, улучшению способностей быть адаптированными в обществе. Кроме того, проблема, с которой они сталкиваются, это проблема трудоустройства. Потому что сегодня говорил об этом человек, я все могу, но меня не берут, потому что я глухой. В первую очередь люди боятся того, что это будет проблема с коммуникацией, и поэтому ему отказывают в работе. Поэтому мы, одна из задач, которую мы решаем, это поиск возможностей для трудоустройства. И мы видели, насколько эти люди нуждаются в какой-то дополнительной помощи. Они не нуждаются в опеке, но они нуждаются в выстроении коммуникаций. И этот проект поддержала АДРА Интернешнл, АДРА Австрии. И мы в этом проекте как бы увидели нужду всех глухих, которые живут в нашей стране. Они очень обделены вот этими коммуникациями, от этого у них плохо выстраивается жизнь. Доступ к образованию, доступ к работе, к всевозможным социальным льготам. В завершение круглого стола была принята резолюция с предложениями улучшения социально-экономического положения глухих и слабослышащих людей и повышения их статуса в обществе. В свою очередь организаторы мероприятия пообещали, что решения по ним будут приняты в ближайшие месяцы.